Господа, здравствуйте! Вы все прекрасно знаете портал автоспот.ру, на котором вы можете узнать ценники на новые автомобили от официальных дилеров сразу с учетом всех акций, скидок и подарков. Но! Представьте себе, что вы ищете автомобиль, да ищите его и не просто так, а в какой-нибудь нужной вам комплектации и в нужном вам цвете. Что для этого можно сделать? Или пешком обойти всех дилеров, или хорошо не ходить, а обзвонить всех дилеров, а скорее всего даже еще можно и не в вашем городе, потому что вы знаете, что часто производитель может нужную вам машину доставить со склада, так вот есть решение проще, опять же, автоспот.ру. Вы просто выбираете нужную вам марку модели и смотрите цены на уже имеющиеся в наличии машины у всех дилеров, или в выбранном вами городе, или в любом другом, который вы укажете на самом портале. Таким образом вы можете мониторить наличие необходимой вам комплектации, цвета и чего угодно еще сразу по всей стране, причем именно наличие. Или вы можете связаться с менеджером автоспота, который будет обзванивать салоны за вас, а с вами уже будут связываться только те салоны, у которых есть, опять же, в наличии именно нужный вам автомобиль. Все ссылочки на портал автоспот.ру будут в описании и помните, что это хороший способ как и проверить лучшую цену, так и сэкономить собственное время, нервы и деньги. Удачи! Господа, здравствуйте! Давайте начнем с главного. Мы едем на Ламбе. Это Урус. Это первый кроссовер от Ламбы. И его аренда, а это арендная машина, стоит диких денег в день. В один день. Я сказал, что за бред? Кому это вообще нужно? Никто не будет брать ее в аренду. Но я ее сниму. Окей, окей, давайте мы снимем Урус. И мне сказали, что снять есть возможность сегодня один день, потому что потом на нее очередь две недели. Я также стоял в очереди, чтобы снять эту машину. И дальше еще 14 человек готовы отдать эти совершенно дикие деньги для того, чтобы целый один поездить день на этой Ламбе. И что? Почему Урус так тащит? Почему эта машина так работает? Почему люди готовы отдавать такие сумасшедшие деньги, как и за ее аренду, так и за ее покупку? Ведь она стоит двадцатку. И почему у меня так горит, хотя я только сел в это кресло? Сегодня на тесте. Ламборджини Урус. Мать ее! Пау! Тормоза, никакие тормоза. Но, казалось бы, за этой дикой феерией, на которой вас дико таращит, и вы, в принципе, знаете режим, на котором эта машина вас сожрет. Потому что даже когда вы готовитесь к тому, чтобы лончануть, даже когда вы знаете, что сейчас будет быстро, она капец как превосходит ожидание. Но потом ты выходишь из машины, смотришь и такой, стойте! Стойте! Это же заглушка! Здесь нету адаптивного круиза. Потом ты смотришь обратно вот сюда и понимаешь, что вот здесь вот, похоже, нету проекции. А что же, собственно, здесь тогда есть за мои 20, ну там, допустим, пневма, то да все, это все здорово, но у нас даже нету присосок в дверях, то есть доводчиков. Ручки в дверях тоже, это же ламба, однако, посмотрите, там самые обыкновенные ручки. Они не выезжают ни за подлецо, ни какие-то скрытые, хитрые, как мы привыкли, за такие деньги. А здесь какой-то Volkswagen? А если мы откроем капот, везде будет написано, сделано в Германии. Я не знал, что у Германии такой флажок. Мне казалось, ну, может быть, и кто-то завоевал, конечно, за это время, и наш лозунг можем повторить, повторил кто-то другой. Но как-то это все вот так, и ты начинаешь во всем этом разбираться. И ты понимаешь, что на самом деле деньги ушли вообще не туда, куда ты предполагал. А эти деньги здесь как-то взяли одно ровно за его цену, сверху еще столько же за такую же цену, и получился вот этот гибрид Lamborghini и Volkswagen. А что же, собственно, осталось от Ломбардии? Само собой, это все, что окружает вас в салоне, практически. Это и нереальная система управления коробкой передач, потому что, как мы знаем, в Ламбах всегда что-то было не так. Всегда был робот, здесь у вас все странное. То есть, чтобы включить реверс, вам нужно сделать вот так, а чтобы поехать вперед, вам нужно нажать правый лепесток и включить таким образом первую передачу. При этом она даже поедет, если вы просто отпустите тормоз. Также еще есть кнопочка M, ну и старт-стоп, естественно, как всегда, под защитным курком, типа вот эта авиационная жуть. Слева же у нас находится селектор выбора режимов, причем клацает он с неприятным вот таким звуком. Это не круто. А справа целый отдельный такой же у нас еще рычаг есть, который посвящен кастомному режиму настройки автомобиля. Здесь он называется Ego. То есть, это те настройки, которые вы выбираете сами. В них вы можете сделать себе вот такой руль, вот такую подвеску, вот такие амортизаторы, вот такой полный привод. То есть, каждый из которых вы причем можете сделать не просто там жесткий или мягкий, но еще выбрать и некое среднее значение. Таким образом, допустим, выбрать для замера для 100 себе мягкую подвеску, при этом острый руль и зажатый намертво муфту полного привода. Для кольца, соответственно, выбрать другие настройки и так далее. Что подбешивает в ней с самого начала, так это то, что у вас в салоне заглушки. То есть, мне кажется, если мы берем машину такого класса, возможно, есть смысл сделать ее таким образом, чтобы заглушек в ней все-таки не было. Потому что это сделали на машинах, которые стоят меньше. Но почему-то этого не сделали здесь. Причем этим же концерном вы можете купить похожие автомобили, но в которых при этом заглушек не будет. Что радует, что это аутентичные автомобили. То есть, в этой ламбе вы не увидите деталей от Ауди, от Фольтвагена, от Шкоды, от Порше. Это ламба, которая ламба. Здесь все детали свои, здесь все что-то новое, уникальное. Это действительно качественно разработанный для вас продукт. И вы прямо испытываете нереальное удовольствие, когда едете в действительно эксклюзивном автомобиле. Это круто. Сидение, цветовая отделка, все, вот эта бешеная торпеда. Ну, конечно, мониторы, понятно, что это все-таки немножечко есть от Каена, но все мониторы чем-то похожи. В этом нет проблем у мониторов в том, что у всех мониторы выглядят как мониторы. И самое главное, про то, что я не буду рассказывать, а расскажу вам сейчас все просто за 5 секунд. Если вы на этой машине едете в стандартных настройках, они здесь называются Strada, то есть в комфорте, в повседневном режиме, это 100% Каен. С той лишь разницей, что этот Каен стоит на 22-х колесах, которые накладывают отпечаток. Если обычный Каен будет типа на 20-х, то здесь они 22-ы. Из-за того, что эти огромные керамические тормоза просто не влезут в 20-е тапочки. Поэтому здесь стоят 22-ы. Это даже не понт, это необходимость технологическая. И вот сейчас, я прямо если закрою глаза, я еду на Porsche Cayenne. Но мы снова выезжаем из туннеля, мои глаза снова открыты, и я снова вижу то, что я сижу в Lamborghini. Это реально круто, это реально круто. Как я бомбил на Уракан, что он дерганый, в нем жарко, тесно, неудобно и так далее. Да, может эта машина потеряла весь прикол тех ламп, которые были бескомпромиссные, дикие, жесткие, свирепые, уничтожающие все, что попадется им по пути. Они просто были вечно взерошены, невозможно было на лампе ездить спокойно. Радовал только, что как и здесь, если режим зажимаете два лепестка, вы в нейтрале. Да, но у нас не будет прострелов, потому что вы в обычном режиме. Хорошо, мы ставим Cors, мы делаем также нейтраль. И что делает звук? А звук идет спереди из Дина. А, это реверс на ходу не включить, надо же, прошла проверку. Звук на ходу идет из Дина, а он спереди, он спереди, пацаны. Сзади тоже есть прострелы, и сзади тоже звук меняется, здесь все в порядке, но он имитирован. То есть... Он реально спереди, поэтому проще включить обратно режим Strada, который повседневно и успокоится. И самое главное, что в отличие от всех ламп, здесь есть режим Off-Road. Вы представляете, Off-Road, то есть в нем пневма поднимается. Причем, в отличие от того же Huracan, поднимается она здесь серьезно. К ходу пневмы у меня здесь нет никаких абсолютно претензий. Можно действительно попробовать сейчас взять и поехать на какой-то, блин, рельеф. Так, до Off-Road надо еще доехать. Что нам в этом может помочь? Во-первых, положение Off-Road у селектора КПП, но это еще ладно. Давайте по хардкору. Сначала мы едем в стандартных настройках по плохой грунтовке. То есть то, что, допустим, я, как житель деревни, испытываю каждый день. Подойдет ли эта тачка мне? Итак, на обычной лампе, на Уракане или Авентадоре, я бы подумать не мог, чтобы сюда проехать. Я иду 20 км в час, опа, ямки. Ну, мозги не дробит точно. При этом мы на 22-х колесах, это очень важно понимать. Но вот перед нами едет впереди Octavia. Хорошо, надо ее догнать. Мы, естественно, едем без малейших проблем. Да, это круто. Да, это круто. Я сомневаюсь, что она сможет больше. Что в снегу у нее что-то получится. Ну, что она вообще сможет перевалить какую-то геометрию. Что есть какие-то полноценные нормальные блокировки. Но пробросить вот так по грунтовке, по ямам, у меня даже голос не дрожит. То есть там впереди реальная тачка, которая перед нами едет, она прям скачет. Быстрее та машина уже не пойдет точно. Мы просто тупо давим на прямом руле, мы не объезжаем ямы. Одобрено. Едем дальше. Итак, у нас серьезная проблема. Ламба столкнулась с настоящим жестким оффроудом. Нам, скорее всего, конец. У нас есть проблема в виде того, что подвеску нужно перевести сначала в верхнее положение. Она реально поднимается, причем ход-то у нее такой немаленький. Итак, у нас даже есть датчики крена. Причем продольного, поперечного. Не знаю, сработают ли блокировки. Мы включаем первую передачу, которая сразу приводит к включению второй передачи. И едем. Вообще, кстати, на самом деле не очень удобно, потому что я высовываясь даже вот так, не вижу, как у меня колесо расположено. То есть, если вкрасно, я должен ехать что-то типа вот так и носочком нажимать. И я тогда не дотягиваюсь к детали газа. О, боже. Тихо, 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 тихо. А бампер там в бетон пройдет? Нет? Что там? Нормально? Нормально? Погоди, 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 опасно. Погоди, погоди, погоди. Да, стой. Куда крутить? Левее, правее, левее. Чтобы диск прямо в камень вошел. Я чувствую. Жестко, слишком. Погоди, диагоналка, сейчас будет диагоналка, сейчас повиснет. Ни хрена пороги прошли. По-моему, было слишком жестко. Тихо. О, господи. О, господи. У нас получилось? Да. У нас получилось. Да. Вот это вот оффроуд. Вот это вот прямо мощность. Да. Может, ламба. А? Все отлично. Погоди, выхлоп, выхлоп. Где выхлоп? Все. Короче, мы только что доказали, что эта машина может противостоять оффроуду любой степени жести. Господи, какая же она прекрасная. Однако на шоффроуд дальше пачканья шин не зашел, потому что с нами есть специалист по продаже запчастей. Евгений Вакцентр. Вы все его прекрасно знаете. И он проценил вот эти карбоно-керамические тормозные диски, но минимум в 250 за каждый. А у них есть интересная особенность. Когда вы ловите камушек, он может отстрельнуть и помимо того, что встрять между диском и колодкой, так и просто расколоть эти тормозные диски. Они неустойчивы к механическим воздействиям. И то, что мы сейчас дубасили по грунтовке, было вовремя пресечено Евгением с криками, братан, это миллион в круг минимум, если брать по закупу. И это самые большие карбоно-керамические тормоза, которые когда-либо ставились на серийные машины. Они не подойдут ни от RS7, их не получится ниоткуда по закупу нашакалить на дилере. Это свое, это очень огромное, очень эффективное инженерное решение, которое стоит огромных денег. Поэтому даже если эта машина сегодня что-то сможет на оффроуде, это настолько большой риск, что нет смысла продолжать дальше, потому что это просто очень дорого. При этом в ней удивительным же образом есть еще даже багажник. Казалось бы, зачем это ламбе, но, видимо, это нужно, потому что у нас уже есть задний ряд, у нас есть задние двери, у нас есть положение оффроуд. Соответственно, эта машина явно на каждый день. И здесь есть два прикола. Первое, это то, что здесь аж, по-моему, 600 с чем-то литров, то есть это прямо такой багажник-багажник. Даже три прикола получается. Второе, это то, что у нас вверху есть вот такая штука, в которой мы с вами можем обнаружить удивительным образом спрятанный знак аварийной остановки со значком Volkswagen Audi. Ну, совпало, это раз. И два здесь есть подпол с докаткой, в котором также существует штатное место, в котором может быть закреплен в точности такой же знак аварийной остановки Volkswagen Audi. Видимо, их сюда положили два на тот случай, если одного вам будет недостаточно. То есть можно обставиться треугольничками и дальше исполнять. Помимо этого, это все-таки машина универсальная. Значит, есть даже кнопочки, которые помогают вам уменьшить высоту погрузки. То есть зад может присесть, если вы сюда хотите погрузить картошку. Это раз. И два, у нас существует заглушка, что как бы плохо, но что как бы хорошо, потому что эта заглушка 100% предназначена здесь для того, чтобы выкидывать электрический фаркоп. То есть я загуглил, прикинь? То есть реально можно к этой штуке приделать фаркоп, и у тебя будет ламба с фаркопом, чтобы на ней возить свою дичь на старом ржавом прицепе. Идеально. Просто идеально. Однако, как вы понимаете, ламба делалась не для оффроуда. То, что в ней поднимается пневма и так далее, это уже их компромисс. Они сделали нам, нам, людям, которые бомбили на Хуракан, они сделали кроссовер для того, чтобы мы могли себя уютно чувствовать в повседневной жизни. Для того, чтобы мы не обращали внимания на лежачие полицейские, и у нас все было в порядке. Но это же все-таки ламба. Основное ее назначение это трасса, поэтому здесь все заточено по трассу. Поэтому все, без проблем. И она начинает просто дико валить. Невозможно на ней ехать спокойно. Чудовищные, офигенные тормоза, которые отрабатывают на 200%. Пожалуйста, есть. Супер, супер, да. И в ручном режиме держат отсечку. Все как надо. Просто космос. Просто нифига мы с такой скоростью. У меня аж уши заложило. Мы залетали на Виадук с такой скоростью, что от этой разницы в высоте у меня заложило уши. Это космос. Это просто, мать его, космос. Невероятно быстрый кроссовер. И понятно, что он не такой комфортный, возможно, как какие-то другие кроссоверы. Но он быстрый. Вы всегда должны выбирать или скорость, или комфорт. И вы всегда можете сделать пам-пам. Все стихло. Мы едем. Просто едем. У нас тишина. У нас надо продавливать прямо газ, чтобы она разогналась. Это интересно. Это реально интересно. Ну-ка, насколько быстро она переключит режимы. Стой. Сразу же. Сразу же. Просто моментально. В доли секунды. Ничего делать не надо. Не надо лезть в левую полосу, братишка. Да просто космос. Просто космос. И в итоге... Она моментально перешла в гражданский режим. Да, здесь нет привычных нам, знаете, как сейчас очень модно делать кнопки на руле. Когда вы едете в гражданском режиме, вы нажали эту кнопку и... Все, и подубасили сразу. Как будто вам прям гиперскачок совершается. Здесь все делаются через эти щелчки. Но насколько это быстро работает. Нету этой кнопки, но у меня нет никаких претензий к тому, что ее нет. Уф. Уф. Она очень нравится мне по трассе. При этом, есть ли у нее задний диван? Да. Есть ли у этого заднего дивана подстаканники? Да. Смогут ли на нем ездить мои дети? Да. Смогу ли я делать самые страшные вещи в потоке без детей? Да. То есть мы пришли к тому, что по моей скромной оценке это идеальная ламба. Потому что я не столько рад за то, чтобы валить, за сколько, чтобы существовать с ней в реальной жизни. Я оцениваю машину прежде всего с той точки зрения. Смогу ли я ездить на ней каждый день по 150-200 километров, делая свои дела. Допустим, снимать даже с нее свои видосы. Положить какие-нибудь сюда лыжи. Перевезти домой на ремонт плинтуса. Загрузить еще цемент в багажник. Твою мать, это ламба. Да, она это сделает. Обалдеть. Обалдеть. Это самая необычная ламба, которая мне встречалась. И при этом у нее характер ламбы. Потому что... Это просто быстро. Офигеть, как к ней надо... К этому ускорению нужно быть готовым, пацаны. Это очень быстро. Очень хорошая борьба с боковыми перегрузками. Очень хорошая борьба. Я могу маневрировать. Нифига, как она делает на руль. На видео, которое выходило перед этим, я вам поговорю, что я могу делать на руле вот так. Здесь это просто опасно. Четырка. Четырка. Мы закусили с четыркой. Это самые опасные люди на четырках. Офигеть. Офигеть. Как она мне нравится. Да, она не идеальна. У нее нет ионизации воздуха. Здесь нельзя выбрать аромат, который будет излучать, скажем, печка. Здесь нет еще кучи здесь тупо заглушки, простите. Но какая разница? Если вы хотели совместить машину на каждый день с вот этим, я не знаю, что может еще быть столь же крутым, плюс с такой же дикой внешкой, мать ее. Даже если мы говорим, что это ультра Каен, а я все-таки сторонник того, что это ультра Каен. Потому что платформа накладывает свой отпечаток, и вы в любом случае понимаете, что это шасси не от ламбы. Что это шасси Volkswagen, Audi, Porsche и так далее. И более того, если вы уже ездили на этих машинах, вы четко, закрыв глаза, понимаете, в какой вы тачке. Но это максимальный Каен. Это ультра Каен с внешкой ламбы, которую хотят всех. Которая работает вне зависимости от того, заведена она, заглушена, едет, стоит. Что бы она ни делала, это ламба. Любой человек, перед которым рядом стоит Каен и ламба, выберет всегда ламбу. И при этом она эксклюзивная. То есть в ней нет деталей от Каена. По крайней мере тех, что вы можете увидеть своим взглядом. И я не люблю ламбу. Я ехал на этот обзор и хотел уничтожить эту тачку. Потому что какого хрена 20 мультов, здесь нет даже адаптивного круиза. Если я сейчас просто включу круиз-контроль вот так и ничего не буду делать, мы разложим Солярис, который едет перед нами. А зачем нам эти проблемы? У нас нет даже проекции на лабаш. Камон, за эти бабки вы чего? Но их можно, во-первых, докупить. Во-первых, это все может быть. Ну, просто нужно дать еще чуть больше денег. Почему бы их, собственно, нет, если у вас сложилось 20? Ну, почему бы не дать еще парочку? И, во-вторых, здесь все-таки есть керамика. И это все-таки ламба. Можно очень много рассказывать на нее по ходу. Но, по факту, все. Очень быстрая. Столько тяги, что вы ощущаете ее даже на руле. Это невероятно. God damn fast. Все, что я могу сказать про эту тачку. Просто эпически. Рулежка шедевральная. Как она слушается руля. Как она подныривает. Это просто невероятно. Блин, а не хочется поехать на трек. Это запрещено правилами проката. Если в 911 мы согласовывали с прокатом, что мы поедем на трек и нам было дано величайшее дозволение, то с ламбой мы этого не делали. Но на ней прямо хочется поехать на трек. Кроссовер на треке – это самая неблагодарная хрень в этой жизни. Это полный бред. Здесь я готов заранее признать, что это будет исключением. И перевести стандартный режим. Боже, как хорошо. Как хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok. Итак, господа, у нас получается, казалось бы, сначала ничем не приметная для меня машина. Но я подумал, ну что такое? Ну, Lamborghini кроссовер? Ну, в конце концов. Ну, кроссовер, для моего случая, ни у кого не едет, ни рулится. Это что-то тяжелое. У него заявленная масса, чуть ли не 2200. И мощность практически как у моего Range'а. Ну, что я там не видел? Оказалось, что при практически одинаковой мощности можно совсем по-разному ее реализовать. Есть куча машин с мощностью 650 и даже более лошадиных сил. Но нет более быстрых кроссоверов на сегодня. Потому что так получилось, что такая инженерия вселила в этот кузов Cayenne все-таки похожую философию Lamborghini. Надо через слово называть, да? Один раз Lamborghini, потом Lamborghini. Тогда точно отсыпят прямо полную горницу пшена. Соответственно, так же мы и делаем. Потому что это не настоящая Lamborghini. И это уже не Cayenne. Это нечто переходное. С другой стороны, если вы хотите вот эту пушечную внешку, если вы хотите, чтобы вас все любили, на эту штуку надо брать. Я понимаю людей, кто ее покупает на самом деле. И я понимаю людей теперь, которые берут ее в прокат. Потому что отдавать такие огромные бабки, да, это бессмысленно, казалось бы, запокататься на такой тачке. Но ничего похожего. Вы пока на сегодня не сможете ощутить в этом мире. И даже можно присобачить сзади фаркоп. Господи, фаркоп. Весь навоз можно перевезти на ламбы от бабушки в деревне до своего любимого огорода. И все это благодаря прокату daydream.ru. Фига поворот у меня. Аж прямо вот так я завел аккуратно. И естественно, Мирославе. Все любят Мирославу. Все комментарии про Мирославу. Если бы не Мирослава, что бы мы делали? Ну, понравилось. Мы бы возили навоз на рейндж-ровере. Это не модно. А здесь не то, что понравилось, а перевернуло мое представление о Бурусе. То, что я видел на картинках в Фуфло, пока не сядешь, пока не проедешь, вообще не передать, что она вытворяет на дороге. Сумасшедшие тормоза, сумасшедшая коробка, сумасшедший двигатель, сумасшедший прокат, который дает людям вот это чудовище в руки. И почему-то две недели вперед все занято. Мы могли купить на эту стоимость, конечно же, не одну машину, а несколько. Мы выбрали именно ее. Все спрашивают, почему вы купили его? Конечно, можно было сколько в Вест купить? Грант открыть таксопарк в конце концов. Целые, огромные. Можно перевезти на такие машины. Потом все это разыграть в гивах в вашем инстаграме. Вот мы не догадались. Намазаться деньгами. Это та машина, которую, не поездив на ней, вы не имеете права судить и не знаете, насколько она крутая. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео. Огромное спасибо прокату daydream.ru. Мы ожидаем новой дичи в автопарке. Посмотрим. Пока, наверное, в следующем году. Посмотрим и протестируем. Огромное всем удачи. Спасибо, что смотрели это видео. И пока. Пока. Расходимся. Традиция. Традиция. Расходимся.